Тумсо, скажи, если твоя судьба сложится так, что ты станешь президентом Ичкерии, ты оставишь главную мечеть Грозного, зная, на чьи деньги она была построена? А Ичкерия, Чечения, Мунтол, ты почему, говорит, Ичкерию называешь Чечения? Ичкерия всегда была и будет Ичкерия, а не с цаях Чедик Хардаром, говорит. Значит, начнем мы, наверное, с главной новости этой недели. Это законопроект, который был принят Верховной Радой, о признании территории Чечения оккупированной России. И это очень судьбоносное, очень значимое для нас решение, за которое, конечно же, огромная благодарность украинским депутатам. Мы очень ценим ту поддержку, которую вы нам оказываете, и мы этого никогда не забудем. Огромный просто респект вам за это решение. Но я обратил внимание на то, как независимые СМИ, либеральные, оппозиционные российские СМИ, зарубежные СМИ, очень плотно освещающие все события, происходящие сегодня в Украине, военные действия, вообще любую политическую тему, внутрироссийскую, они как-то либо вообще не прокомментировали и не рассказали об этом принятом законопроекте, либо как-то очень-очень холодно, некоторые просто это как-то упомянули скользь, не разъясняя вообще то, что произошло в украинском парламенте. Уважаемые журналисты, так, на секундочку, там территория, субъект Российской Федерации, по утверждению России, признан оккупированной территорией, членом, страной-членом ООН. Вам не кажется, что это важное событие? Эта территория на Кавказе признана Украиной ровно такой же, как Херсонская область, ну, часть Херсонской области, Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, точно такой же территорией временно оккупированной Российской Федерацией. Признана Чечения, Чеченская республика. Почему вы не обратили на это внимание, почему вы не рассказываете об этом вашим зрителям? Неужели это не важная информация? На самом деле положено очень серьезное начало, ведь я пока не могу точно говорить о том, какие юридические последствия будут за этим решением, но уже очевидно, что они в любом случае должны наступить, какие это юридические последствия. Да, территория признана оккупированной, нет какого-то признания государственности, упоминания о дальнейших действиях и так далее, но они подразумеваются. То есть, если территория признана оккупированной, значит, эта территория не принадлежит России. Соответственно, это такая же территория, как, допустим, Херсонская область, принадлежащая Украине. То есть, Украина признает эту территорию не российской, а оккупированной Россией. Соответственно, а чья же эта территория? То есть в дальнейшем, как я понимаю, должны быть еще какие-то законодательные акты, какие-то шаги, действия. То есть юридические последствия этому в любом случае должны последовать. И на мой взгляд, это тема, которая нуждается в том, чтобы ее разъяснили, чтобы это как-то прокомментировали. Да, есть украинские эксперты, аналитики, блогеры, которые это прокомментировали, высказали там свои прогнозы по этой теме. Но привычные, они будут сейчас называть прямо эти СМИ, но привычные для нас СМИ, очень часто говорящие, постоянно говорящие именно о событиях, происходящих в Украине, не украинские, а зарубежные или российские, вообще никак не коснулись почему-то этой темы. А хотелось бы, потому что все-таки какие-то выводы приходится делать. Это когда видишь подобные двойные стандарты. Украина также признала факт геноцида чеченского народа. Да, кстати, хорошо, что я об этом напомнил. В этом, что-то в политической этой повестке мы как-то действительно не обратили внимания тоже на очень важный факт. Геноцид чеченского народа, он тоже признан Украиной. То есть все то, что творила Россия, эти две войны, Украина признала это геноцидом, то есть уничтожением, целенаправленным уничтожением генофонда. Вообще респект это очень крутое, на самом деле, очень важное для нас решение, за которое мы очень сильно благодарны украинскому парламенту, украинскому народу и Украине в целом. Пока президент Украины не подпишет признание геноцида и оккупации Вичкеррии, навряд ли имеет смысл признание пока что. Ну, я думаю, это подписание, скорее всего, будет президентом. Но даже если не будет, то, что сама Рада это единогласно, кстати, приняла. То есть все депутаты, которые присутствовали на этом заседании, там были те, кто не присутствует. Но вот все те, кто присутствует, все проголосовали за. Не было не то, что тех, кто против, не было даже воздержавшихся. Все проголосовали за этот законопроект. То есть это все фракции, все политические силы Украины единогласны в признании оккупации нашего государства и признании геноцида нашего народа. Поэтому вне зависимости от того, что там будет дальше, мы никогда этого не забудем. И мы очень сильно благодарны украинскому парламенту и украинскому народу. Является ли правдой, что Кадыров предал Ичкерию из-за гражданской войны в 98-м, в котором теория гласит, что Аслан Масхадов поддержал Саляфитов и Кадыров ради суфийской Чечни предал его независимость? Не, неправда, неправда. Мы бы хотели, чтобы тогда это на самом деле было так, но нет. И Масхадов тогда поддержал как раз-таки сторону Ямадаева, Кадырова. Их сторону тогда поддержал Масхадов. Поэтому нет, это неправда. Тумсо, скажи, если твоя судьба сложится так, что ты станешь президентом Ичкерии, ты оставишь главную мечеть Грозного, зная, на чьи деньги она была построена? Я не знаю. Вопросы мечетей – это вопросы религиозные. И определение этих мечетей, то есть их положение, должны давать ученые этой религии. Есть те мечети, которые подлежат сносу. Но все это зависит от того, какой целью построена мечеть, что в этой мечети проповедуется и так далее. Если мечетью овладели мусульмане, то есть она стала подконтрольным мусульманам, то нужно ли ее сносить или нет, я не могу ответить на этот вопрос, поэтому я, наверное, оставлю это без комментариев. Просто я некомпетентен отвечать на такие вопросы. То есть я бы от себя такие решения не принимал, если бы эти решения были бы в моей власти, то я, конечно же, это сделал бы, посоветовавшись с религиозными учеными, чтобы они дали свое заключение по этой теме. А Ичкерия, Чечения, Мунтол, ты почему, говорит, Ичкерию называешь Чечением? Ичкерия всегда была и будет Ичкерия, а не Сеях Чедик Хардер, он говорит. Потому что я следую указу президента Чеченской республики Ичкерия, Джохара Лудаева. Как раз таки он в одном из своих указов говорит, чтобы вместо слова Чечня использовалось слово Чечение. Также я следую примеру Зелимхана Индербиева, да помилует их всех Всевышний Аллах, который написал книгу Чечения, битва за свободу, а не Ичкерия, битва за свободу. И не скрою, мне это наименование Чечения очень нравится, я считаю, что мы его должны популяризировать, и оно мне нравится гораздо больше, чем слово Ичкерия. Оно больше нам подходит. Ну и вообще название отдельно Ичкерия, не существует такого отдельного названия. Чеченская республика Ичкерия, это все вместе. А Чечение это отдельное название нашего государства. Не только государство, наши территории, наши земли. Это такое обобщенное название Чечения. Более такое объемлющее. Томса, удивительная новость. Украина сегодня присоединилась к санкциям, введенным всем миром в феврале против олигархов, но против Абрамовича таки решили не вести. Ну, значит, есть какие-то заслуги у Абрамовича, значит, нужен он. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok